мы нищие и многих обогащаем это наша власть мы нищими себя называем не потому что у нас ничего нет а потому что мы сделали дистанцию мы отрешились мы сказали да это все ерунда управление номер один ты поставлен на управление поставлен как сын на которому поставили печать на лбу раздавать хлеб жизни это сын который не говорит да мне козленка сын который раздает этих козлят назначает урочная служанкам меру хлеба выделяет мне не нужен миллион долларов мне нужно миллион возможностей процветания не здесь процветали я хочу чтобы ты знал единственная цель у отца в твоем процветали явить избрание привет друзья всем кто учится на курсе меч соломона все цари все преуспевающие миллионеры миллиардеры красавчики любимчики отцовские дети и сыны царя сын в количестве небесной цивилизации я вас приветствую друзья и мы продолжаем расширяться развиваться я всем сердцем верю что вы посмотрели одиннадцатый двенадцатый урок и у вас уже сложилось правильное представление о том кто должен помочь вам войти в этот мир круговорот торговли бизнеса при умножении что у вас уже сложилось правильное понимание как защититься от разного рода жуликов мошенников претендующих на роль хирама вашей жизни я напоминаю что хирам это прежде всего человек движим и побуждением помочь вам человек движим и желанием или согласил который соглашается быть вашим партнером старшим партнером это ни в коем случае не человек который хочет вам что-то впарить либо заставить на себя работать это не то и я верю что это знание обогатило вас я верю что вы позвали хирама в свою жизнь через молитву это была очень такая мистическая правильная созерцательная трансляция открывающая вашу жизнь для вхождения в нее хирамов и честно сказать друзья что имею то и даю потому что который раз уже повторяю хирамы постоянно сопровождают мою жизнь потому что у меня есть всегда проект потому что я никогда не хочу наняться кому-то чтобы получать там зарплату я никогда не хочу кому-то платить чтобы меня учили да то есть всегда имею свой проект свое видение и поэтому хирамы помогают мне поэтому я рад что у вас это вдохновило сегодняшний урок я хочу посвятить развитию темы торговли опять-таки я знаю друзья мои у меня есть чувствование в духе что у многих просто даже на уровне иногда раздражение когда я говорю про торговлю наверное многие кто пришел учиться особенно из числа христиан кто увлекается мистическими вещами вы наверное иногда думаете ну давай же поскорее там что-нибудь про помазание про открытые небеса там про деньги с престола вот как все это мистические работы чтобы мы такие бамы там деньги на карточку получады это все друзья мои я вынужден вас сегодня немножко обламывать и это хорошее обламывание все это голос потребителя изнутри это не голос управленца это козлиная молитва дайте денег дайте денег как у нас шутят беларуси дайте гроши нема гроши дайте скорее завтра будет поздно и хочу хочу сказать друзья мои что это еще раз повторю это голос потребителя это голос старшего брата в притче о блудном сыне это козлиная молитва ты мне дай козленочка повеселиться мне не надо все эти там все твое мое это меня не интересует но хочу сказать одна из сильнейших раз обличающих людей потребителей это голос сына который говорит купи у меня вы все знаете этот пример из книги откровений где иисус он говорит ты говоришь разбогател ты говоришь у тебя что-то есть ты говоришь что ты ни в чем не имеешь нужды я тебе говорю у меня купи и и заметьте друзья мои вопреки всем религиозным на чувствам что иисус ходил там раздавал дары там вдруг голос сына божиего прямо в небе потому что вы знаете что и он получал свое откровение в небесах это не было земное место хотя мы знаем что небесное земное соединилось но она соединила в сыне и вот сын который владыка неба и земли представляете он говорит купи у меня попробуй купи у меня этот мастер-класс от иисуса по поводу купи у меня мы рассмотрим в другом уроке но я хочу вам четко и ясно сказать еще раз напомнить что царство подобно купцу и вот купец кто такой купец это сын божий который говорит купи у меня и все знаете я уже подвожу вас и к следующим урокам где мы будем говорить за торговлю маслом как я уже упоминал об этом все знаете люди не познавшие вот этот принцип управления они говорят что евангелие это бесплатно евангелие это не бесплатно ничего в евангелии не является бесплатным именно тех кто выходцы из религии даже вы говорили отдай жизнь иисусу но отдать жизнь иисусу получив взамен царство это не что иное как сделка и хотя даже мы не будем сегодня говорить о том что это произошло в принципе без твоего участия но вы сами того не подозревая вовлекали людей в эту сделку решат даю иисусу вот это а он тебе даст вот это вот именно это иисус и имел ввиду когда говорил купи у меня а чем платить иисус то всем платить то что я предлагаю стоит всей твоей жизни это стоит того и это друзья мои же самое что ни на есть торговля и поэтому сейчас я хочу сразу в начале нашего урока друзья мы помолиться для того чтобы вот этот царский закон закон царства божьего закон торговли это высшая премудрость обмена вообще высшая премудрость приумножения высшая премудрость преломления я считаю вообще что этому надо с детства учить прямо людей умножать потому что с детства мы их учим потреблять мы говорим иди получить диплом ты будь у тебя будет хорошая зарплата и ты себе позволишь достойную жизнь а где в этом всем приумножение опять мы сразу поднимаем поколение ну детей людей наших сыновей и дочерей которые сразу учатся работать на кого-то я очень уважаю вещи такие когда дети дети детей с детства учат что-то приумножать мне очень нравится как я уже говорил как мой сын он сделал свой первый опыт первую свою сделку там в какие-то 12 13 14 лет что-то продал что-то купил я вот так хвалил очень сильно и и поэтому голос сына вот твой голос как сына божьего в нем обязательно должна быть такая трансляция если ты вообще хочешь быть успешным бизнесменом служителем и ты сын божий у тебя должна быть власть говорить вот эти слова купи у меня есть какие-то люди которые думают что у них что то есть а вот типа вот твоя власть сказать купи у меня так евангелие бесплатно ничего не бесплатно но это в следующем уроке в других уроках а сегодня я тебе говорю что сын божий должен уметь торговать говорить купи у меня это и есть торговля купи у меня и мне нравится что иисус сказал эту фразу уже не отвертеться купи у меня мы никогда не рассматривали иисуса в качестве купца торговца религия нас убедила что это единственная его ипостась это жертвой на агнец он отдал и они воспевают крест воспевают кровь я сегодня хочу воспевать все ипостаси сына божьего мы воспеваем его как дверь портал в небо мы воспеваем его как хлеб мы воспеваем сына в разных ипостасях и одна из них одна из самых могущественных особенно если ты что-то хочешь знать о процветании это ипостась торговца вау это не дьявольская ипостась друзья мои еще раз и еще раз мы говорим за это хочу также сказать прежде чем мы сейчас помолимся что есть многие принципы царства божьего которые вы никогда не рассматривали как торговлю например кому много дано с того многое спросится это прямой закон инвестиций в тебя вложено многое ожидается с прибылью помните таланты я ожидал взять моё с прибылью то есть религиозный ум он горит мне много дано теперь мне надо это отработать доказать еще что-то но на самом деле тебе не надо отрабатывать это не о какой-то повинности повинности это а умножение то есть от тебя ожидается что ты будешь личностью в которой в состоянии торговать приумножать то что тебе дано приносить прибыль вместо этого религия порабощает она говорит лишь темного дано сейчас с тебя будет только спрос и ты бедный не умея приумножать ты кидаешься каким-то образом доказывать оправдывать свою доверие там в то время как тебе надо познать законы приумножения и мы много еще будем говорить за эти законы приумножения не переживайте дорогие друзья вы все здесь будете обнаруживать на себе помазание приумножать помазание и поставь сына божьего говорить купи у меня я научу и масло продавать и всему вы научитесь вообще здесь поэтому давайте сейчас ну я хочу помолиться знаете что наше служение она в основном направлена на открытие сынов божьих и мы такие знаете иногда думаем но а что такое открытие сынов божьих открытие сынов божьих это проявление граней сына в твоей жизни и сейчас я хочу молиться чтобы грань сына божьего которую он засветил таким прямо явным образом засветил ее он говорит он обнаружил ее сначала в земном своем шествии говорит царство божье подобно купцу и религия знаете у нее трещала голова царство божье какая связь вообще с торговлей у царства будет царство божье это храм говорили они и продавали свои учения за деньги вторая и по второй момент когда он засветился этим уже получив власть на небе и на земле он сказал купи у меня и и все таки о мы думали ты только себя в жертву отдал а ты еще и торгаш и он сказал это с достоинством я расскажу вам про этот мастер-класс попозже итак я хочу сейчас чтобы трансляция от тебя который которую чувствуют люди вокруг тебя чтобы ты как власть имеющий мог говорить купи у меня что это означает это означает что у тебя есть понимание я еще раз беру мы вернемся к этому мастер-классу у тебя есть понимание что ты в состоянии продать ты в состоянии получить прибыль в состоянии умножить халилюя и последнее что скажу друзья вот перед молитвой иисус когда говорил купи у меня он сказал советую тебе купить у меня то есть это дух совета дух совета к которому прислушиваются знаете вот есть слова известных разных инвесторов богатых людей когда они говорят вот это сейчас надо покупать и все кидаются покупать тяжеловесное слово опытного знающего человека порождает целые перемены на рынке тем паче сын божий который говорит сейчас надо покупать вот это должен что-то весить его голос и я хочу чтобы это было в твоем сознании это также касается силы приобретать богатство менять положение дел на рынке или хотя бы в своем окружении знаете вот когда бывает человек приходит на работу говорит я купил это и все кидаются покупать это и ты думаешь как он это делает вообще вот приходит а я лучше не куплю никто не кидается это покупать вот она власть говорить купите это советую купи вот это а лучше у меня отец я благодарю тебя что сегодня ты открываешь ипостась сына божьего сыны открываются как купцы как те кто в состоянии советовать что покупать как те кто в состоянии продать в самом лучшем смысле получить прибыль посредством торговли посредством оборота посредством вот этой продажи торговли умение умение держать совет умение видеть прибыль видеть выгоду отец я благодарю тебя благодарю тебя что ты в это время открываешь эту премудрость просто сейчас принимай эту трансляцию мой друг я чувствую что эта трансляция она просто в состоянии разрушать твердыни в разуме они сегодня еще будут рушиться но захоти сейчас во время этой молитвы захоти сейчас быть тем кто в состоянии сказать купи я советую тебе купи и это будет очень авторитетно это помазание как власть имеющий говорить купи это делает помазание это делает премудрость захоти сейчас быть такой личностью просто возревну об этом сказать я хочу я хочу быть уверенным в то что если я говорю предлагаю у меня купят это залог успеха халилюя отец я благодарю тебя что это помазание сейчас реально просто наделяет наделяет каждого кто это слышит я благодарю тебя что прямо сейчас разум нейродизайн мозга преображается каждый может видеть себя успешным продавцом успешным бизнесменом купцом пусть всякий стыд всякая твердыня всякая ложь всякий обман относительно бизнеса приумножения прибыли торговли разрушается прямо сейчас друг друг мой если у тебя реально предвзятость торговли предвзятость бизнесу негативный опыт торговли тебе сейчас надо принять освобождение на разуме это как исцеление знаете есть одержимость когда человек шугается противоположного пола у него страх неудачный опыт какие-то там свои заморочки он принимает освобождение на разуме и в этот момент у него получается создать семью точно так твердыня в разуме может держать человека в плену неудачи в торговле он шугает он говорит это не мое не может сын божий сказать что торговля это не мое возможно не твое торговать яблоками но твое торговать помазанием маслом возможно не твое торговать там чем-то другим но твое например это торговать там ценными бумагами золотом да любым товаром пусть ничто тебя не останавливает сейчас самое главное чтобы ты принял этот дух при умножении дух дающий власть извлекать прибыль преломлять и умножать отец я благодарю тебя твердыня рушится прямо сейчас увидь себя в этой поставке протяни руку вот так и скажи купи у меня советую тебе купить у меня и прямо почувствуй как движение от тебя идет власть такая захватывает людей купи у меня купи у меня советую купить у меня халлилюя вот я уже чувствую пошел прошел прорыв пошла такая свобода сейчас скажи сейчас о себе я легко могу продавать это легко все возможно верующему очень легко я легко могу это делать иго моё легко бремя не тяжко продавать это моя тема халлилюя я думаю что друзья на самом деле многие бы те кто хочет вообще быть успешным таким продавцом как мы их называем иногда продаваны им бы хорошо получить эту трансляцию на разум она есть у нас это наша тема наше помазание итак друзья мои давайте начнем начнем с того что хочу сказать вам что есть определенное отношение торговли в новом завете как я уже сказал сын божий его одна из ипостасей купи у меня продавец купец царство божие подобно купцу есть несколько примеров которые я бы обязательно хотел вам показать из нового завета о торговле один из них это смелость для того чтобы торговать нужна смелость я хочу вам привести один пример такой монолог апостола якова в отношении торговцев очевидно в зарождающейся церкви было непонятное отношение к торговле по мнению апостолов я часто это наблюдаю в церквях особенно в таких динамичных там даже новых с одной стороны в церкви все хотят конечно чтобы церковь процветала с другой стороны пастор всегда заинтересован чтобы его люди они распространяли евангелие там посвящали свою жизнь становились там евангелистами проповедниками да то есть служили больше как словом и это это было явление также было и в первой церкви и вот представьте что апостол аков он видел что некоторые люди они возможно находясь церкви они говорили ну это как вот проповедовать на улицах это не наше наше занятие это торговля поэтому ну мы не будем ходить каждый день собираться в храм и на домашние группы и преломлять хлеб по домам наша задача мы завтра поедем в такой-то и такой-то город на год будем получать прибыль вот он пишет им теперь послушайте вы говорящие сегодня или завтра отправимся в такой-то город проживем там один год будем торговать и получать прибыль и он им говорится такую знаете не совсем новозаветную проповедь он говорит вы которые не знаете что случится завтра ибо что такое ваша жизнь это пар появляющийся на малое время а потом исчезающий то есть он напоминали завтра кони двинешь и будет тебе прибыль это вообще ну вот я так не проповедую то есть он проповедует в рамках вот друзья мои понимаете есть небеса там а земля тут видимо еще ну в первой церкви еще павел не добрался до них и они вот так проповедовали кстати кто то скажет и что апостола иакова собираешься критиковать ну да потому что апостол павел придя в иерусалим который был вот яков он был пастором иерусалима представьте что он не в хорошем состоянии обнаружил церковь в законничестве и вот это вот об этом и он говорит им разумляет вместо того чтобы вам говорить если угодно господу и живы будем то сделаем то или другое вы по своей надменности тщеславитесь всякое такое тщеславие есть зло и представьте я бы честно говоря вот стал между я не знаю что там у них произошло честно но я бы стал между апостолом яковом и этими людьми и искала тихо-тихо яков а чего плохого почему они должны думать что их жизнь завтра оборвется вот она это ваша жизнь пар появился на малое время мы что разве не проповедуем вечную жизнь мы что разве не имеем откровения что мы имеем всю власть на небе и на земле то есть что за отношение к жизни чему ты учишь своих ну как бы пасту свою во вторых ну давай просто яков рассудим вот эти тщеславные как ты их называешь люди они порой смелее чем сыны божьи которые вечно ищут воли господа то есть они знают что они вот представьте они знают я поеду на год вот это смелость на год он поедет в другой город у него есть смелость поехать на год в другой город чтобы получать там прибыль я не много вижу таких людей сейчас в церкви которые в состоянии на год куда-то поехать заколачивать деньги да еще с такой смелостью как он ее называет щаславим да заработаем мы денег мы поедем мы наторгуем мы привезем прибыль яков оставь этих людей в покое лучше дружи с такими людьми тебе же лучше будет они через год приедут поделятся с тобой и он им говорит вы не знаете о чем что случится завтра люди которые уверены в своем видении ехать и торговать ты по сути подрываешь их веру вообще говоря что ты смотри завтра может умрешь ну и проповедь у тебя яков что с твоей верой вообще верь в своих людей верь в свою пасту говори молодцы давайте там присылайте нищим немножко на жизнь мы тут будем за вас молиться получайте прибыль халилюя скажи со мной это слово прибыль а чё прибыль это самое главное кто-то наверное яков бы мне возражал и говорил вы знаешь у нас тут церковь растет вот это люди имения продают и делятся и все такое прочее но честно говоря история с разделяжем имений плохо закончилась плохо закончилась я уже говорил об этом я никогда у меня однажды спросили брат один говорит когда будем уже делить имущество как там вот в первой церкви я ему сказал никогда конечно бедные должны получать помощь от богатых какой-то ну делиться все это нормально но честно говоря там все вели праздную жизнь продавали имения делили проедали это приходили новые делали то же самое и это закончилось тем и голод там был не помогла эта система не помогла нужны управленцы друзья мои а не просто проедать то что было нажито с помощью управления они поделили и проели успешно и потом у них был голод почему был голод если все так у всех было равномерно все было круто то собирали для Иерусалима голод там было не только для Иерусалима читать эту историю и так меня удивляет почему тщеславные люди как их называет Яков смелее чем сыны которые не знают что будет завтра что хочет Господь знаете а я вам скажу почему потому что у этих торговцев у них было откровение я вам его сейчас зачитаю прежде чем я его еще зачитаю скажу пару штрихов во первых эти люди почему-то не мыслят категории неудачи в отличие от апостола Якова то есть он говорит а вдруг у вас не получится вы у Господа спросили они такие чего не получится чего не получится может быть просто Яков включил пастыря который не любит когда люди на год от него уезжают может быть и такое бывает интересно что они не знают что будет завтра но они точно уверены в своей прибыли они знают все содействует ко благу не этому ли вы нас учите апостолы вы же сами сказали и вопрос Якову а кто сегодня успешнее торгует вот такие люди которые смело едут получать прибыль или вечно ищущие воли Господа сыны вопрос и еще один момент если мы не знаем что будет дело что будет завтра если мы завтра умрем тем более чего бояться чего сидеть на месте чего ну не рисковать если жизнь с твоих слов она такая хрупкая такая знаешь сегодня есть а завтра нет и нам ничего не известно что думает об этом Господь но тем более чего сидеть понимаете и они это понимают они ринулись они следовали за своим видением почему во первых те кому он обращался друзья мои это были евреи это были евреи и уже о чем о чем но о прибыли они что-то знали и что же они знали о прибыли я вам хочу сказать что они знали о прибыли вот например есть откровение о прибыли которое есть в книге пророка Исайя мы уже много об этом говорили кому принадлежат деньги тем кто сидят на престоле все деньги должны быть здесь но есть вот конкретное пророчество кстати оно о Тире о этом Тирском государстве которое только и делало сотнями лет что торговало которое развил наш дорогой красавчик Хиран которого мы уже все полюбили такой в бриллиантах там все в гнездышках у него камешки он херувим помазанный он спешит к Соломону помогать и вот написано вы знаете что я говорил что Хирам ну Тирский царь это был не только Хирам там их было целая династия и собирательный образ Хирам хорошо начинал но его потомки плохо закончили они стали торговать и допускать гадкие вещи в торговле и за это ну Господь их наказывал и вот пророчество о Тире Исайя дает Иезекииле о нем пророчествует и еще Исайя пророчествует вы представьте все говорят о Тире что это в нем есть и написано и будет Исайя 23 17 18 и будет по истечении семидесяти лет Господь посетит Тир после семидесяти лет забвения зачем-то Господу нужно посетить Тир любит он Тир этот друзья мои почему он так лелеет этот Тир и вы сейчас увидите почему и он снова начнет получать прибыль свою и после посещения Господа он начинает снова получать прибыль Господу это нравится зачем ему посещать Тир чтобы он получал прибыль сейчас вы поймете почему и написано Исс и будет блудодействовать со всеми царствами земными ну Тир есть Тир по всей вселенной будет блудодействовать и внимание но торговля его и прибыль его будут посвящаемы Господу обалдеть не будут заперты и уложены в кладовые ибо к живущим предлицом Господа будет переходить прибыль от торговли его чтобы они ели до сытости и имели одежду прочную во-первых обращаю ваше внимание что Господь он считает представляете Тир чтоб тот торговал не манна с неба пошла не дырка в стене проделалась снова налаживает торговлю чтобы дети его ели и теперь я хочу обратить ваше внимание на мысль которая здесь он говорит прибыль принадлежит сынам независимо кто-то говорит вот пусть Тир торгует а мы будем прибыль иметь окей хочу сейчас самое главное что есть как написано здесь посвященная господу прибыль посредством торговли полученная и это прибыль полученная посредством торговли друзья мы принадлежит сынам то есть изначально господь говорит есть процесс торговли в мире есть от него прибыль моя мысль что это прибыль принадлежит сынам все что на торгу происходит как помните Павел говорит все что на торгу продается принимайте без исследования ешьте и торговая прибыль на планете изначально принадлежит сынам и эти люди которые у Якова были и говорят пойдем торговать получим прибыль они это знали они тоже Исаию читали они могли ему тыкнуть сказать слушай торговая прибыль на планете план бога чтобы принадлежала сынам мы должны есть написано до сытости и иметь одежду прочную деньги в руках сынов друзья мои вот здесь написано что прибыль будет посвящена господу сказать вам что такое прибыль посвященная господу это не это не то что там даже принести в храм прибыль он говорит прибыль будет в руках тех кто ходит или как правильно сказать живет перед лицом господа то есть по сути дела с тех пор как прибыль от торговли на планете попадает в руки сынов вот она и есть посвященная господу и кто-то может сказать ну такое заявление знаете интересно здесь даже написано что прибыль в перемешку с блудодействием тира как только попадает в руки сынов она становится посвященной господу иными словами друг мой прибыль в твоих руках как сына божьего это и есть деньги посвященные богу вот как ты хочешь чтобы знаете как мы говорим деньги посвященные богу как только прибыль начнется в твоих руках вот это и есть деньги посвященные богу важно чтобы вся прибыль на планете было в наших руках и господь говорит вот это есть посвящение денег богу когда прибыль ваших руках естественно владеющий торговлей владеет контролирует всем миром как мы говорили и цель господа чтобы вся торговля была в руках сынов божьих поэтому мы сегодня не говорим за какие-то только глобальные вещи на планете что мы должны как-то отобрать торговлю мы должны знать точно прибыль это про нас прибыль она должна быть в руках тех кто живет перед лицом господа как здесь написано и эти люди у я кого они прекрасно это знали берет мы богом избранный народ тут еще миссия к нам пришел дух святой на нас сошел ну кому как не нам теперь торговать если раньше мы сидели мы были привязаны к храму давайте пойдем другой город давайте будем получать прибыль и от того что яков написал это письмо это еще не значит что эти люди они неправильно делали потому что еще предстояло узнать церкви откровения апостола павла о том кто мы что мы не мы не пар появляющийся на малое время мы вечно живущие сыны что в которых соединилось небесное земное ну павел павел еще тогда не выступал итак друзья мои я хочу показать вам на этих людей написано что они были смелы настолько что из их поведение можно взять целую целых несколько уроков о торговле первое они согласны были жить целый год там где происходит прибыль и урок заключается в следующем запиши себя запомни жить надо там где получается получать прибыль где у тебя видно что там будет прибыль некоторые люди друзья мои делаю страшную ошибку они селятся где-то непонятно где строят дома себя там а потом думать где здесь найти работу даже работы нету не говоря о прибыли есть два варианта или ты придумай прибыль на месте либо есть туда где есть прибыль там сдай свой дом сдай свою квартиру и приезжай туда где есть прибыль где можно реально что-то наторговывать что-то получать эти люди это знали может через год вернешься например корабли соломона раз в три года уезжали жили три года там торговали три года приезжали домой привозили деньги снова на три года вот это была и жизнь я вам хочу сказать это очень интересная жизнь это очень интересная жизнь но это для тех кто не привязан узнаете к своему пеньку к своему там чему-то друзья это уже отдельный разговор нужно быть достаточно смелым чтобы так действовать это первое второй урок от них мы можем взять смелость а вдруг не получится чего не получится те из гордости каких обвинял иаков считали что получится а у тебя вера помазание у тебя откровение апостола павла о том что ты новое творение бессмертное нетленное ну чего ж тебе сомневаться если обвиняемые павла яковом гордецы могли себе позволить такую смелость почему нет ты себе не можешь это позволить я просто благословляю тебя чтоб ты был весьма дерзновенный молись о смелости если ее не хватает как и некоторые молились о смелости проповеди надо иногда молиться о смелости торговать бизнесмены предприниматели начинающие молитесь о смелости торговать молитесь об этой хватке и они молились берет дай нам смелость смелость говорить слово твое с дерзновением при содействии твоей руки на чудеса исцеления молись этой же молитвой о сфере бизнеса говори отец дай мне со всей смелостью производить операции сделки торговли продавать покупать со всей смелостью в то время как ты твоя рука как они молились производить чудеса и знамения исцеления именем святого сына иисуса христа то есть ты говоришь я сын и поэтому когда я буду смело вести эти дела уверенно приумножать получать прибыль я хочу видеть чудеса исцеления какие исцеления исцеления друзья мои финансовые исцеления многим из нас нужно реально финансовые исцеления и это финансовое исцеление происходит в голове в голове вот в этом ковчеге обнаруживается не тление исцеление финансов исцеления кошельков жить не вспомните наполнится новым вином точила это все исцеление исцеление финансового тела организации у каждой организации есть финансовое тело экономическое тело экономическая кровь если хотите вот так и поэтому вот эти уроки иаков их там немножко поругал за какое-то возможно надменное отношение но мы видим что они делали они были смелыми они были уверенными в прибыли они были готовы жить год в другом городе и это круто поучиться у них надо они что-то знали и они знали прибыль на планете принадлежит сына вот бог через пророка исаев тир будет преуспевать его прибыль все равно будет нас касаться не просто что он там метки поставит как вавилон и не даст нам нищим пользу бог все равно нагнет его вся прибыль на планете принадлежит сынам и если мы не хотим ждать пока будут свершаться эти суды над вавилоном и и каким-то образом нам что-то там достанется мне не нужно знаете друзья чтобы кому-то стало плохо чтобы не стало хорошо я считаю что самое главное как я уже говорил выход из вавилона этом это развить торговлю таким образом что вавилон с нами считался и пример соломона и хирама ну как бы как я уже сказал что соломон чуть-чуть прокинул потом хирама стал ему там незначение вот это примерно то что мы сделаем с вавилоном мы будем потихонечку у него чему-то учиться даже где-то сотрудничать не впадая в его эти штучки разные и в конце концов мы опередим его мы станем богаче потому что ни один ни одному представителю вавилона не обещано такого существования как мам халилюя скажи вся прибыль принадлежит сынам бояться нечего жить нужно там где есть прибыль где есть возможность преуспевать прибыль посвященная это деньги в руках сынов деньги в руках сынов это деньги в руках бога представляете да он верит прибыль принадлежит сынам и это прибыль посвященная господу то есть деньги в моей руке это деньги в руках бога это то что нужно сегодня помнить давайте двигаться дальше я к этому уроку друзьям у меня там есть такой сюрприз к этому уроку я приложу бонус это мое выступление перед бизнесменами в чехии в праге вы обязательно и также послушаете что такое получите сильнейшую мотивацию помазание от святого духа к преуспеванию именно к тому чтобы быть богатым богатой личностью не просто на словах а реально но сегодня я хочу сказать другой пример там вы это послушаете это будет к этому уроку приложено привести вам пример еще отношение апостолов к торгашам к тем кто умеет продавать деяния 16 главе есть такая история она меня очень веселит очень меня веселит с 14 стиха одна женщина из города фиатир именем лидия и написано торговавшая багряне цию чтущая бога слушала слушала проповедь и господь отверз сердце и и внимать тому что говорит павел когда же крестилась она и домашние то просила нас пишет лука и говорит следующие слова если вы признали меня верную господу то войдите в мой дом и живите у меня и такая фраза и убедила нас и вот первое что я хочу сказать здесь нигде нету что она покаялась крестилась бросила торговать само то друзья мои что она пригласила апостолов знаете она говорит если вы признали меня верно они не выдвинули условия что там ты да знаешь вот это должна развязаться служи господу проповеду евангелия брось эту торговлю там нет они признали ее верно и они крестили и не выдвинули никаких условий и более того он говорит и убедила нас они поселились у нее и узнаете там было много людей которые слушали проповедь павла но поселилась поселился павел со своей командой у этой женщины торговавший багрянецы у нее было свое дело небольшое она торговала вот этой багрянецы и да и имела какой-то доход и она была в состоянии содержать апостолов состояли содержать команду павла это были мужики которые любили там и поесть и поверьте ну это было затратное дело не просто погостить она их поселила у себя и дальше описывается история как павла арестовали бросили в тюрьму били и потом павел напугал их своим римским гражданством и его отпустили и как вы думаете куда они вернулись когда их отпустили они вернулись снова к лидии и самое главное что послушайте эту фразу они выйдя из темницы пришли к лидии увидев братьев получали их оказывается у лидии уже была целая там движуха и лидия она была торговщицей она торговала и она могла себе позволить открыть дом у нее условия позволяли то есть спокойно команда павла устроила там целую церковь ни у какого-то брата бедного нищего ни где-то еще я вам хочу сказать что в первые церкви вот в движении которое происходило в деяниях в основном для собраний и использовались дома богатых людей позволявшие собрать определенное число народа и эти люди вот как это лидия она была достаточно состоятельным человеком она торговала и хочу вам что-то сказать для чего ты это читаешь все мы поняли торговля это нормально мы же не говорим что это плохо я вам хочу сказать что великих апостолов кормила не дырка в небе а лидия которая торговала багряницей вот она и была их отверстием небесным и на и которая изливала на их жизнь финансы содержание никакой дырки они не искали никакое золото они не таскали но они она свою прибыль посвящала господу таким образом или что деньги в руках сынов божьих они посвящены богу и своим поведением это показывало что деньги в моих руках они божьи и вот кормила эту бригаду да еще и пускала туда то есть у нее собрания происходили и немало не сомневаясь павел выйдя из тюрьмы тут же пошел к ней он знал покормят там дадут поспать все такое вот что такое торговля и когда сегодня мы говорим типа в этом торгаши вода я там проповедник евангелия то я вас умоляю поэтому еще один момент есть определенная власть то есть с лидией понятно друзья мои мы у меня сегодня мотивация хочу просто расчехлить все эти твердыни купи у меня говорит голос сына божьего купи у меня если бы вот эта история представьте лидия вошла в книгу деяний чего торговала багряницей вот все что она делала она торговала багряницей и приняла ребят и вошла в историю мы читаем за нее и у апостолов вообще даже мысль не возникало что торговля когда-нибудь остановится они говорили все что на торгу продается ешьте без исследования то есть базар для них они даже не видели что он когда-то остановится горит это нормально торговать есть власть приобретать продажи апостол петр проклиная уже ананию сапфирой говорит такую фразу приобретенная продажей не в твоей ли власти находилась то есть апостол говорит есть такая власть получать продавать получать прибыль приобретенная продажи в твоей власти то есть у тебя из власть делать это и иметь прибыль вид зачем ты в тебе ты прибег к обману ведь ты сделал по он ему говорит ты сделал законные вещи это твое ты мог этим пользоваться зачем ты тут врал иными словами петр дает дает такую знаете как намек такой или указание он говорит ну продажи и покупка это нормально никто никогда не отговаривал людей покупать и продавать это не закончится никогда друзья мои как я уже сказал эти ребята они не искали дырок в небе они не искали даже манны с неба люди продавали и приносили и таких ногами они считали это нормально продал молодец торгуешь крутяк будем жить у тебя поэтому нужно выкинуть эту дурь из головы которая обнищала обмелила кошельки прихожан во многих многих церквях когда им говорили что знаешь бизнес это грязь политика это грязь не лезть туда не надо тебе это такой бред друзья мои вот представляете павел крестил торговку и признал ее верной да с тобой все нормально все торгуй мы будем у тебя жить а кто-то знаете как придумывает какую-то ерунду и так подведем итоги первое что нас должно окрылять прибыль по определению принадлежит сынам это и есть посвященные богу деньги отец хочет чтобы это было в наших руках поэтому изначально когда мы подвязаемся в какую-то торговлю получению прибыли он относится к этому покровительство на относятся отец к этому одобрительно поощрительно он говорит давай молодец сынок это часть твоя ну это вообще твоя ипостась это мной придумано сын должен сказать уметь купил меня смелость способность не привязываться к земле а привязываться к источнику приумножения в хорошем смысле создавать источник приумножения и жить там где это происходит это кстати очень важный урок друзья мои еще раз я вам это говорю очень важный урок потому что люди они привязаны к земле иногда прибыль там на расстоянии там другого города но они упорно будут жить в своем городе работать на какой-то работе но никогда не снимутся с места поучитесь вот у этих людей которых яков там обличает какой-то там гордости да и самое главное ничего 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 не бояться испытывать азарт определенный как работает природа сына божьего в приумножении это здорово как я уже сказал я бы учил всех детей с детства преломлять к тебе приходит что-то в руки что значит преломлять это не просто взять и написать в нашем чате преломляю раздаю на самом деле все что поступает в твои руки любой ресурс он должен быть преломлен преломлен это означает мы еще будем учиться в следующих уроках преломлен это значит когда к тебе что-то приходит и должен первое о чем думать не чтоб это сожрать все есть друзьям и найти как мы такие о пришла прибыль можно больше себе позволить не преломление это все что приходит в твои руки ты должен вот так преломить и сказать это на умножение а это на съедение но из-за того что мы все съедаем у нас потом постоянно нам нужен еще какой-то донор где еще взять пусть бы кто покаялся еще денег церковь прямо так жила первая церковь они не научились приумножать они топтали этих торгашей и в итоге дошли до голода просили павла собирать им милостыню по церквям которые сами были бедные и поэтому учить привод преломлять приумножать это надо самого детства если ты не научился хорошо что ты учишься на курсе с детства сказать сынок доченька вот пришла к тебе денежка первое о чем ты должен подумать как сделать так чтобы ее стало больше и при вот и пусть у тебя будет много мыслей разных идей глупых нормальных неважно вот получил деньги первое что должен написать это несколько идей как попробовать хотя бы это преломить и умножить сразу сынок тебе надо если ты еще не придумал в любом случае тебе надо часть денег отложить сказать это для того чтобы умножалась а часть потратить но мы так не делаем игр это тебе на карманные расходы мы хвалим конечно детей когда они покупают на эти деньги что-то разумное там карандаш или какие-то ручки книгу купят но на самом деле друзья мои это все равно потребительство книга это все равно потребительство первое о чем должен думать человек когда в его руки что-то попадает это уже мы будем в уроке про приумножение это как приумножить и преломить это означает отделить на приумножение вам в бизнесе это может любое рассказать нормальный человек который финансы всегда должна быть часть из этого не в копилку чтоб купить копить чтоб купить это все равно потребительство если уж и копить то только для того чтобы вложить и умножить и мы к этому вернемся но это связано с нашей темой сегодня смотрите возвращаемся к нашему соломончику соломон как я уже вчера сказал он запартнерился с хирамом и многие вещи которые он упоминает о торговле это хирам ему сказал я хочу сегодня представить вам 31 притчу в контексте бизнеса там что-то говорится о жене которая очень круто рулит своим хозяйством и мне есть у меня есть подозрение что эту жену соломон срисовал со своего успеха в бизнесе смотрите что он говорит я приведу вам пример что зачитаю 13 стих добывает шерсть и лен с охотой работает своими руками они только не своими руками смотрите она работает своими руками или не говорится что это конец ее преуспевания она с охотой работает своими руками это первая стадия друзья мои первая стадия работа своими руками когда я работал своими руками я не увлекался делом своих рук но я всегда думал но есть больше я об этой жене в другом месте сказано задумает она о поле и приобретает его то есть пока она работает своими руками она в это время думает о чем о поле вот знаете как вот даже дословно она работает написано добывая шерстелён ну по сути там рукодельничает шьет одежду то есть там сказано что семья и одета в двойные одежды то есть она одевала с помощью работы своих рук одевала свою семью то есть получала прибыль вот таким образом просто работая своими руками это как павел шил палатки делал тоже работая своими руками это самая начальная стадия но в этот момент как я уже говорил ранее ты называешь это дело свое не главным у тебя в голове поле как написано задумает она о поле и приобретает его и кто-то горит ну как его приобрести денег нету первого капитала вот она работает своими руками но делает две вещи первое внимание можете себе уже помечать пока ты работаешь своими руками ты должен делать две вещи первое думать о том ресурсе который тебе понадобится за первый капитал вы знаете люди приходят на курс говорят как начать бизнес нет капитала и мне хочется сказать иногда сколько лет ты работаешь своими руками 20 лет и чё ты за 20 лет вообще ничего не скопил почему ничего было откладывать неправда я вам сейчас приведу один пример вы очень будете сильно удивлены но сначала скажу первое сначала когда ты работаешь своими руками тебе нужно было заботиться о каком-то запасе минимальному денег для того чтобы выйти на свое поле а если я этого уже не сделал я буду учить вас следующих уроков где вынуть эти деньги на первое начало у нас очень крутой курс и смотрите она работала своими руками то есть очевидно получала какую-то с этого прибыль я в это же время она думала о поле знаете что это означает что она не видела что дело ее рук соломон это понимал кстати соломон тоже начал с того что он говорит у меня есть работники давай мы будем работать там оттачивать что ну что нибудь делать обложил повинностью израиль рабочие то есть первое что он делал это работа руками помимо партнерства с хирамом он не терял времени и и ну как типа работа рук приносила хоть какую-то прибыль но пока она работает руками эту схему вывел сам соломон увидев как он поднялся первое работа руками отложение минимальных каких-то безбережений хоть сколько-нибудь постоянно ты должен откладывать и иметь у тебя ну вот это называется преломление преломлять и откладывать что-то из чего потом у тебя хотя бы будет мысль что ну у меня нету купить завод но у меня может быть есть купить там упаковку мыло перепродать ну вот понимаете ход моих мыслей ну так вообще ничего нет и второе что она дело задумала о поле она постоянно искала проект где мое поле где она где она конечно если ты работаешь своими руками сегодня на заводе ни о чем не думаешь потому что у тебя там деталь под рукой а домой ты приходишь включаешь телевизор или смотришь сериалы ну не будет у тебя поле никогда она работала своими руками и задумывала о поле как приобрести его я не хочу всю жизнь работать с руками если ты не задумываешь если ты не откладываешь конечно у тебя шансов будет очень мало тебе нужно тогда дырка какая-то в стене и таскать золото ну это мудрая жена и вот смотрите поле написано и приобретает его я вам приведу пример из своей жизни друзьям и очень неохотно но приведу у меня я я работал на наемной работе и у меня была зарплата но все это время как я с вами уже делился я никогда не называл свою работу источником дохода я говорю это моя подработка у меня есть поле у меня есть видение у меня есть проект это было служение моя мечта была друзья мои уйти как мы назовем это на полное служение не думать про деньги и чтобы я служил и каким-то образом мое это поле позволяло мне жить знаете заниматься делом сейчас я уже рулю на своем поле полным ходом при всем при том что считаю что рулю очень достойно мы не не собираем никаких там десятин пожертвований не делаем платные курсы но мое поле она все равно меня содержит но и это я не видел своей конечной целью но сейчас я пока остановлюсь на этом пока я работал и это несколько лет бы ну годы сейчас бы я конечно быстрее с этим разобрался но тогда я не знал как двигаться но я все время как будто бы обходил поле я думаю как мне приобрести ну то есть как мне сделать так чтобы мне больше не пришлось работать руками а уже обитать на поле получать как бы свое обеспечение отсюда цель была не в обеспечении конечно же но смысл в чем заниматься своим делом и жить на это и в один момент этот это это настало из-за того что я думал я пробовал я что-то делал и у меня была такая мысль мы соли когда-то смеялись еще с этого я говорю вот оля если у меня на руках появится 10 тысяч долларов вот мы скопим как-то или насобираем почему 10 тысяч объясню потому что мы жили примерно на 400 долларов на 500 долларов в месяц вдвоем и дети там ну короче на 500 долларов очень было мало денег на 500 долларов жили и я говорю вот ну все равно что мы как-то говорю живем на эти 500 долларов давай если мы вот мне бы создали 10000 это означает что примерно год мы бы могли жить не работая на 10000 даже лучше чем мы сейчас живем я уже тогда уволился бы и за год я уверен я бы расширился на своем поле так не думая на что жить как платить за квартиру я бы расширился вот на тот момент 10000 это была сумма которая позволяла бы мне выйти на свое поле на полное время и конечно мы что-то откладывали собирали и в один момент эта сумма она образовалась даже больше и и я сказал все у меня нету больше времени терять я хочу заниматься только моим полем и уволился и конечно расширился когда я стал посвящать все свое время только поле это было наслаждение посидение это дело это наслаждение и поэтому мое поле она меня дождалась я приобрел его почему потому что я задумал о нем я стал откладывать на это и в конце концов я его приобрел вот это мой пример какой будет у тебя я не знаю возможно кто-то хочет иметь свое дело тебе нужны поступать по сути по этому же образцу готовиться наш те надо прямо сейчас начать кто-то скажет о так это мне годы понадобятся чтобы насобирать какой-то первый капитал если ты этот вопрос проворонил мы вернемся к этому но сейчас я хочу тебе привести один пример прям зачитаю тебе одно письмо которое мне написали я был в шоке от этого письма это мой друг как бы до из команды это из беларуси человек слушать очень внимательно он мне пишет я когда-то очень давно подсчитал что если откладывать каждый месяц 50 долларов и вкладывать в банк под два процента в месяц с капитализацией под сложный процент капитализация это когда ты не достаешь свою прибыль оставляешь а сумма выросла и уже процент начисляется на вложена вместе с процентами то есть его схема была такая я вложу 50 долларов каждый месяц исправно из своих там доходов 50 долларов вложу в банк сумма процентов нарастает то есть там сложная схема как нарастает процент носу суть под два процента в месяц его слушайте что он говорит это шок ребята это шок реально никто просто не считал этот человек взял однажды посчитал будучи в жесткой нищете по сути он взял и посчитал ночью такой бедный что такой дурак я читаю вам его письмо это реальная история говорит я посчитал что при этой системе за 25 лет послушайте 25 лет набежит миллион долларов за 25 лет миллион долларов кто из вас заработал за 25 лет вашей трудовой деятельности миллион долларов а ведь требовалось даже если ты просто работаешь 50 долларов в месяц отложи вот на этот просто знание что есть такой процент общая сумма вложений я сейчас не предлагаю это как заработать я вам показываю что если бы ты думал 25 лет назад как тебе отложить на первый капитал это было так вот сделать 50 долларов в месяц ну допустим ты не можешь отложить но 20 ты можешь у тебя было не миллион долларов за 25 лет а там на 400 тысяч долларов ты за всю жизнь только некоторые не зарабатывают даже половину при общей сумме вложения ребята 15 тысяч долларов а если бы он откладывал 100 долларов в месяц 200 долларов в месяц то есть конечно это дилетантский подход но послушайте что он пишет дальше я тогда словил себя на мысли и чувстве что 50 долларов в месяц ничего космического нет и два процента в месяц в банке это обычная цифра для инструментов инвестирования поэтому при возможности откладывать 50 долларов я реально буду чувствовать себя и считать себя миллионером вот представляете родился у тебя ребенок и ты взял эту схему думаешь через 18 лет мне надо ему что-то дать через 20 лет когда он пойдет самостоятельную жизнь откладывая 50 долларов в месяц ты своего ребенка сделаешь миллионером почти практически миллионер понятно будет инфляция еще что-то но сумма вырастет но пусть не миллион вырастет там 500 тысяч 200 даже если ты это очень много при всем при том что средняя вот эта сумма которую откладываешь она небольшая и смотрите что он дальше пишет друзья мои вот я хочу чтобы услышали крик души этого человека никогда ничего с деньгами не получалось не получалось выйти на доход или зарплату чтобы была возможность отложить 50 долларов всегда было впритык впритык да и в других сферах на самом деле нету чем похвалиться я потом пришел пониманию что бог я пришел пониманию что бог таким идиотом как я не хочет доверить ни одной копейки но сейчас у меня появился настрой что а вот теперь все получится несмотря на опыт несмотря ни на что надо делать все как андрей ковишин говорит теперь все получится я читаю узнать это ну такой крик сердца человек говорит да не мог я откладывать 50 долларов мне ему хочется сказать брат ну ты мог не 50 10 бы откладывал ну то есть в 5 раз меньше ну за 25 лет ты бы там 250 тысяч бы у тебя насобиралась оказывается представляете есть такие инструменты просто ты о них не знал ничего а почему ты не знал потому что поле не думал приобретать ты просто думал где тебе брат чтоб сегодня проедать а если что ты попадала у тебя не залетала мысль вот я уверен что этому брату попадала ему в руки 50 долларов но вместо того чтобы вспомнить а это же я хочу миллионером быть он вместо этого их просто тратил на что придется и и все и соломон он тоже был мудрый в этом вопросе вы заметили мы когда говорим что он скопил много золота друзья мои он что-то давал в оборот но у него всегда было отложение один из принципов богатства соломона он золото не просто что его девать там некуда было это был его принцип постоянно нужно что-то откладывать принцип приумножения у тебя должен быть постоянно накапливаться какой-то капитал маленький большой не важно если у тебя сегодня есть возможность отложить два доллара обязательно их отложить почему не потому что много будет или мало а потому что это правильно это природа приумножения отложить вот как преломить и отложить что-то на приумножение это знают все люди которые занимаются сеянием и жатвы это своего рода образ инвестирования почему колхозник он не съедает весь урожай он знает надо отделить это на посев это на еду это животным то есть он преломляет он распределяет это и знаешь если он не отложит на на посев на инвестирование на приумножение ну вот сеть это приумножение и я сейчас не говорю за пожертвования в церкви я говорю за реально пустить в оборот понимаете если фермер занесет в церковь мешок зерна он не приумножится это просто ты подарок и все ну как пожертвования а надо найти почву надо вложиться надо включить мозги как сделать по ухаживать и с деньгами точно так же ты не можешь брать просто деньги в свои руки и говорит себе что это вот мне тут впритык хватает пускай еще больше впритык хватает но 5 10 20 50 долларов 100 баксов можешь тысячу в месяц откладывай всегда не из-за того даже что это уже имеет какую-то цель а из-за того что это природа природа вот это ну как приумножение и как только знаете вложить в банк под процент это самое такое ну вообще простецкая то есть вычислить где какие проценты следить возможно в несколько банков там да и уже пусть идет годы работают на тебя если бы ты знал этот секрет 20 лет назад сегодня будь тебя уже в руках возможно были бы десятки тысяч или сотни даже тысяч долларов но это самое простое есть и другое то есть всегда нужно думать куда вложить куда как куда инвестировать если еще пока мало чтобы инвестировать пускай будет больше но ты должен отделять вот это называется преломление итак возвращаемся назад к нашей 31 притчи мы уже подходим к финалу я говорил что есть длинные проекты есть средние проекты есть короткие вот короткие это работать своими руками вот мой проект это брать задумывать о поле и что-то откладывать вот я уже получил поле ну кажется зажил все тут деньги потекли чуть-чуть лучше уже руками не надо работать занимаешься любимым делом я мечтал об этом поле и казалось бы время успокоиться но это не про мудрую жену мудрая жена поднявшись на одну ступень будучи верной в малом поставлена над большим и продолжает что то же самое и вдруг мы читаем притчи 31 14 она как купеческие корабли издалека добывает хлеб свой когда она получила поле она не стала думать все цель достигнута она горит есть большие вещи самая высшая планка друзьям и это корабли я еще буду говорить за эти корабли возможно да корабли это долгосрочные проекты это прибыли не быстрые не мелкие это уже по-крупному когда тебе не нужно бегать разливать лимонад что-то там делать наш корабль послал раз три года через три года бабах он золото привез то есть это уже такая жизнь когда ты мало тратишь движение это не поле это не работа руками это уже уровень инвестирования когда ты просто зарядил проект и как забыл за него на время так присматриваешь через три года он приносит прибыль через год через три два года там ну то есть это не завтра не послезавтра не зарплата каждый месяц но это круто один раз он раз там принес прибыль второй раз то есть я вам сейчас показываю ступень пока ты работаешь руками задумывая поле получил свое дело думай за корабли то есть выстраивать большие ну большие вещи то есть с места которое называется поле ты уже увидишь еще дальше горизонт расширится и этот горизонт найти горизонт в поле это не еще большее поле а новые виды деятельности как я видел таких бизнесменов которые там продают например ну условно мыло в своем городе игре то все уже в нашем городе наше мыло покупают надо брать другие города неплохо но я таким людям всегда спрашивал почему ты только мылом занимаешься то есть нам или ты научился уже торговать может тебе еще что-то взять и они такие иногда верят ну наша тема это мыло ну я думаю ну вот у нее была тема работа руками потом у нее тема была управлять полем а потом у нее тело те тема изменяю стала как купеческие корабли издалека то есть она видит уже дальше деятельность ее никакая не смущает он как умелые в одном умеет в другом и она уже не боится вкладывать во что-то что не принесет прибыль то есть отпускать деньги уже ну как бы на дальние вещи понимаете о чем я говорю и давайте подведем итоги первое работа руками и мечта поле и кто-то как я уже говорил думает что поле это предел нет поле не предел поле это только то что поможет тебе избавиться от работы руками вот уровень управления верен в малом стаду над большим то есть ты уже смотришь до края земли смотрите это очень похоже на то что делает иисус он говорит галилея самария и до края земли и тут мы видим работа руками то есть у себя дома чуть чуть дальше поле и уже до края земли то есть ты можешь там ездить какие-то проекты делать понимаете это этой же торговли вот такому же принципу следовал иисус евангелие как я сказал евангелие это тоже торговля я думаю я сегодня хорошие примеры вам привел и понятное дело друзья мои что например создание кораблей не является бизнесом корабли условно это инструменты для бизнеса например когда человек уже имеет свое дело вот например как я до приводил пример я знал что мое поле это служение на полное время но всегда у меня была мысль я не собираюсь просто сидеть и жить всю жизнь на пожертвования хотя имею на это право служа евангелием когда-то оле я говорил такую фразу я и упоминал уже в эфире я говорю я хочу покорить деньги хочу проявиться в бизнесе тоже как знамение что это возможно я знаю есть пастырь и служители проповедники известны у которых есть свой бизнес и они уже не то что там собирают пожертвования а делают что-то какие-то проекты за свои деньги я говорю у меня так будет но для меня это уже корабли сегодня когда я служу на полное время я не почиваю на лаврах что меня кто-то там содержит даяние мне дело хотя всем слава богу спасибо всем кто считает и чувствует побуждение духа делать это из славы мы это молодцы это материализованное помазание мое которое высвобождает а здорово это работает но на сегодняшний день еще задолго до появления этого поля я знал что полем не закончится и сегодня я уже развиваю эти пути кораблей я строю флотилию то есть ну организовываю какие-то вещи делаю встречи с людьми то есть уже закручиваю бизнес который можно называть хлеб издалека проекты которые не принесут завтра деньги но принесут там через год через два через несколько месяцев и мне это нравится этому я научился у соломона многие вещи происходят как я уже сказал вместе с этим курсом поэтому это абсолютно реально это абсолютно возможно если у тебя твое поле это бизнес какое-то дело там торговля мылом например да я люблю мыло торговля мылом уже когда ты себя обеспечиваешь вроде у тебя уже там даже есть на хлеб на ремонт там на бензин еще что-то тебе не надо все время думать где бы еще продать мыло научился продавать мыло научись продавать там компьютеры то есть осваивая и все время развивая дальние проекты которые будут приносить прибыль со временем если ты сегодня работал своими руками и твои руки создавали там программы в компьютере ты продавал там веб-дизайном занимался любой род деятельности это не все это не все тебе нужно преломлять прибыль откладывать и думать как дальше дальше развиваться в этом своем инвестировании вот это называется друзьям и кто-то скажет что это сложно но я вам хочу сказать это природа все что попадает в твои руки первое о чем ты должен подумать не как это съесть не как это израсходовать не как это употребить первое отделяю козленка что можно съесть а это в дело еще раз говорю поучитесь у колхозников у людей которые сеют и жнут наше сеять и жать это тоже принцип приумножения они знают как я уже сказал нельзя все съедать но почему когда деньги к тебе приходят ты не думаешь о том что надо взять как они откладывают мешок на посев тебе взять отложить часть денег не не для того чтобы потом съесть или что-то купить а именно в оборот пустить и у нас будет квест когда мы будем этому учиться практически ну а сегодня дорогие друзья подводя итог послушайте мотивацию к торговле пусть все эти твердыни разлетятся и самое главное поймите если вы сегодня еще работаете руками я уже сказал вот эти три короткая средняя длинная ну как это проекты если можно сказать торговли сегодня твое дело это работа руками и задумать о поле ты скажешь но я долго буду откладывать капитал я обещаю что мы еще вернемся к этому и ускорим не можно кое-что повернуть спят но уже сегодня если ты завтра у тебя зарплата ты сегодня смотришь этот урок уже завтра измени свой бюджет достань оттуда деньги и отложили даже еще не знаю куда ты вложь отложили преломи и умножить скажи это на приумножение и уже ты поступишь в соответствии с природой сына божьего последнее что скажу если ты уже в своем поле у тебя есть свое дело или свое служение если у тебя свое служение для тебя еще будут уроки каким образом тебе процветать служение я обещал я это сделаю но если ты в своем поле тебе нужно уже думать за корабли скажу почему потому что поле имеет свойства истощаться чтобы ты потом не сказал что господь тебя перестал благословлять тебе уже нужно мыслить именно категории природы божьей приумножения не понимать что ну не будет вечно наш не смотреть на свое поле как на только что что брать и брать и брать тебе нужно точно как ты работал руками задумывал о поле находясь в своем деле тебе уже нужно думать за корабли всегда за галилеи за иудеи там следует самария за самария следует край земли в бизнесе точно так же кто не собирает тот будет деградировать поэтому сегодня я хочу еще сказать в завершении что природа приумножения это природа животворящего духа я говорил это и буду напоминать это это не природа даже адама адам это потребитель животворящий дух производитель это источник если ты сегодня не производишь прибыли если ты не умножаешь это но это болезнь которую надо исцелять точно так как если бы сейчас предположить что в твоем теле клетки не обновляются не отделятся не размножаются это беда ты мертвец просто все через несколько часов тебе конец если вдруг это остановить а может быть даже и сразу врачи лучше скажут точно так финанса если твои финансы ты не не делаешь так что не смотришь на них как на то что должно постоянно брать за них ответственности приумножать и не только за финансы за ресурс у нас будет еще урок за все ресурсы все ресурсы должны умножаться вот это называется животворящий дух именно в такой природе иисус достиг или как правильно сказать проявился так что даже в руках у него умножалось это то есть достигает сознание мы знаем что все чудеса происходят с престола то есть его сознание было в таком уровне этого момента что даже в руках у него умножалось потом может быть я вам расскажу еще что у него там мозгах происходило в этот момент на сегодняшний день друзья мои я думаю что это очень насыщенный урок с примерами вот вам даже зачитал письмо человека который меня коснулась да и личный свой пример рассказал он шел по этим трем ступеням неосознанно но я вместе с вами у соломончика вот учусь а этим вещам друзья мои он научился у хирама и с ним начиналось точно так же рабочие руки поле и потом корабли и таким образом он расцвел очень сильно и быстро я молюсь за вас на дорогие друзья я хочу чтобы вот эта природа при умножении даже какой-то азарт страсть вот из духа поднялась я знаю что вот почувствовал прямо как слово знания получил что большинство из вас уже сегодня отложат какие-то деньги в копилочку и вы большие молодцы напиши на этой банке или на этом счете что это на приумножение это не на новый диван не на новую тачку не на карбюратор не на генератор это ни на что это не подарок жене это не инвестиция ну я шучу но друзья мои вы поняли именно у тебя должна быть счет колонка какой-то задел который ты собираешь на для того чтобы приумножить если ты еще не знаешь как это делать хотя бы просто отложи я знаю что вы это сделаете вот это многие сегодня подхватили отец я благословляю всех начинающих соломонов тех кто хочет на новый уровень те кто еще работает руками благословляю тех кто уже имеет свое поле благословляя тех кто имеет корабли один корабль второй корабль третий корабль и вот уже флот целый флот и длинные прибыли средние прибыли короткие прибыли отец я благодарю тебя что ты выстраиваешь сейчас этот нейродизайн правильный взгляд на все происходящее финансами экономически в нашей жизни я благодарю тебя что сын сидит на престоле имеет власть продавать и покупать вавилон не может отметить сына запретив ему покупать и продавать власть покупать продавать и вся прибыль принадлежит царю сидящему на престоле это его прибыль это посвященные ему деньги благодарю тебя отец что сегодня каждый восходит на новый уровень силы приобретать богатство посредством приумножения и торговли помазали просто прими сейчас на свой разум помазали помазали спасибо отец благодарю тебя благодарю тебя ну что ж друзья я верю что мы очень очень набираем обороты вот уже практические задания отложить там и топтались по деньгам теперь уже конкретно давайте преломлять распределять управлять начните хоть чего-то нас ждет впереди еще квест и много чего интересного продолжайте высвобождать финансы и славы продолжайте делать пророческие действия одна сестра мне написала что у меня не было настоящих денег топтаться на них я взяла игру настольную монополия там такие деньги не настоящие и ариты по ним топталась вот это молодец нету то есть всегда что-то придумал нету денег топтаться найди придумай это же созерцание друзья мои до встречи в следующем уроке пока мы нищие и многих обогащаем это наша власть мы нищими себя называем не потому что у нас ничего нет а потому что мы сделали дистанцию мы отрешились мы сказали да это все ерунда управление номер один ты поставлен на управление поставлен как сын на которому поставили печать на лбу раздавать хлеб жизни это сын который не говорит да мне козленка сын который раздает этих козлят назначает урочное служанкам меру хлеба выделяет мне не нужен миллион долларов мне нужно миллион возможностей процветания не здесь процветание я хочу чтобы ты знал единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание